Итак, добрый день, добрый вечер, доброе утро! Что там у вас, мои дорогие подписчики? Сегодня я решила снять видео, которое поможет прояснить ситуацию по поводу моей кошки. Я начала рассказывать эту историю, но без лишних подробностей. Теперь хочется рассказать с подробностями, так сказать, донести всю свою боль до аудитории. Вы оставляли очень много комментариев по поводу того, что мне следовало сделать в той ситуации. Если возвращаться к теме, какая была ситуация, я обратилась в компанию Аэрофлот, чтобы подать заявку на перевозку кошки. Маршрут у меня был Москва-Сеул, но мне было отказано, отказано даже в принятии заявки. Это обязательная процедура. Если вы хотите перевозить животное, прежде чем купить билеты, вы должны просто их сначала забронировать и сделать звонок в авиакомпанию и направить запрос на перевозку животного. Обычно в течение суток авиакомпания отвечает, да или нет, есть или нет, такая возможность. И после чего вы можете уже оплачивать свои билеты. Также авиакомпания в такой ситуации продлевает время брони совершенно бесплатно. Пока вот уточняется информация, ваша бронь продлевается, чтобы она вот время оплаты не стекло, чтобы вы могли в течение суток совершенно спокойно ждать своего ответа от авиакомпании. Аэрофлот отказал в перевозке животного из Москвы в Сеул, сославшись на то, что таковы требования, таковы правила Южной Кореи. И Южная Корея сейчас запретила якобы ввоз животных на свою территорию животных и животной продукции и всего прочего. Вот такая была ситуация. Все, кто смотрит меня регулярно, вы знаете, насколько я привязана к своим питомцам. Расстаться с кошкой, это для меня достаточно драматично. Когда я первый раз летала в Корею, я знала, что я улетаю на время, и она может пожить с моим бывшим мужем. Но когда я поняла, что я уже переезжаю на постоянное место жительства сюда, для меня встал этот вопрос ребром, что же делать с кошкой. Потому что отдавать её каким-то совсем чужим людям или вот просто таким вот людям, которые, знаете, ну такие вот жалостливые. Вот, кстати, таким людям я почему-то не доверяю. То есть их очень легко пробить на жалость, очень легко развести. Но такие люди далеко не всегда теми являются людьми, которые готовы нести ответственность. То есть человек просто из-за какой-то жалости, малохольности возьмёт этого котёночка, а потом поймёт, что он не хочет, не может, что ему втялость, что вот там вот он диванчик мне поцарапал, вот там вот мне он обойчики подрал, что вот тут вот характер показывает. И что человек это не может терпеть. Я знаю таких типов, такие типы людей, как облупленных, просто знаю. Вот, поэтому, ну я понимала, что реально вокруг меня нет ни одного человека, которому я могла бы доверить своё животное спокойно, оставить её и улететь в другую страну на постоянное место жительства. Вот так я сделать не могла, поэтому я понимала, что если я начала этот путь, я должна оформить кошку, когда я оформила, прошла большой действительно путь, дофига документов, будет отдельное видео, много трат, осталось только, как говорится, оформиться, купить билет и сесть в самолёт, и тут я натыкаюсь на препятствия. Естественно, вы знаете, какое у меня было эмоциональное состояние на тот момент, потому что я уже была, ну, после всех пройденных испытаний, сначала процесс оформления визы, потом кошку надо было оформить, вот эти постоянные поездки, вот эти нервы. Я не видела 8 месяцев мужа и просто уже хотелось кричать, «Караул, помогите хоть кто-нибудь, пожалуйста, хоть чем-нибудь», потому что невозможно в одиночку нести вот этот в душе груз, и большинство людей вокруг тебя не понимают твоих проблем. То есть, ну, кто-то чисто формально сочувствует, ну, не понимает. Это неудивительно, это не обидно даже, в принципе, потому что другие люди не живут твоей жизнью, откуда им знать, что ты чувствуешь. Да, кстати, если у вас тоже есть такая проблема, вы часто сталкиваетесь с недопониманием окружающих, могу посоветовать вам хороший сервис для психологических консультаций, PSY, PSY, уникальный, на мой взгляд, потрясающий, совершенно современный сервис, где вы можете получить психологическую поддержку, как в формате обычной консультации раз в неделю, так и в формате поддержки. Вот этот формат меня больше всего заинтересовал. Формат поддержки даёт возможность вам осуществлять чат с психологом и видеосессии, получасовые видеосессии и чат с психологом. То есть, когда вам действительно плохо, вы можете получить помощь не когда-то там в пятницу вечером, когда вы там назначили, или на среду, на утро, а вот тогда, когда вам действительно невыносимо плохо. Это потрясающий сервис PSY, PSY, переходите по ссылочке в описании. По моей ссылочке вам будет 20% скидка. Консультации дают квалифицированные специалисты со стажем работы в среднем не менее 8 лет, с 5-летним стажем онлайн-консультации. Поэтому я думаю, каждый человек, находящийся в такой непростой жизненной ситуации, найдёт там себе помощь и поддержку, если вы не можете найти её среди окружающих, что очень часто бывает. И чёрт возьми, как я уже сказала, это даже не обидно на самом деле, потому что, ну, может быть тяжело, но ты понимаешь, что люди не находятся в твоей школе, они не могут тебя понять, и они не специалисты, которые заинтересованы там в том, чтобы выслушивать твои какие-то проблемы. Кто-то скажет, да ладно, да забей, да брось ты там эту кошку, да нафиг тебе этот муж, да зачем ты усложняешь жизнь, зачем тебе эмиграция, зачем тебе то... То есть много вот этих вот каких-то щелчков по носу, когда тебе так плохо, тебя ещё вот как бы настраивают против всей этой ситуации. Поэтому обратиться за квалифицированной помощью онлайн это хороший вариант. Итак, возвращаемся к моей теме, что же произошло, как всё было. Позвонила я, радостная, довольная, счастливая. Мы получили последний сертификат, который нам необходим был. Это серологическое было исследование на антитела к бешенству. Дорогой сертификат, 10,5 тысяч рублей стоит. Кошки брали кровь, там сбрелила, шерсть на лапе, короче, какой-то ужас вообще. Но это нужно было, чтобы ввести в Корею кошку. Да, сложно. И куча других всяких испытаний, которые мы прошли, разные бумажки, которые надо было оформить, оформили. И оставалось только купить билет. Звоню я в Аэрофлот, чтобы подать заявку на перевозку животного. И мне говорят, в эту страну сейчас животных возить нельзя. Таково решение страны. Окей. Я полезла в интернет, почитала. Что-то у меня возникли какие-то сомнения, извините. В смысле, нигде я не слышала об этом запрете. И я решила на следующий день снова перезвонить. Если в первый раз мне отвечал мужчина-оператор, второй раз уже ответила мне женщина, я уже на неё поддавливала, честно скажу, потому что мне всё-таки хотелось, чтобы она что-то сделала. Чтобы она не просто сказала мне то же самое, что сказал мне этот мужчина накануне, чтобы она всё-таки уточнила, куда-то позвонила, с кем-то связалась, нашла какие-то документы и прочее, прочее. Но да, она просто твёрдо стояла на своём. Корея запрещает воз животных, это невозможно. Заявку я принять у вас не могу, не имею права. Я говорю, вышлите мне что-то, хотя бы документ какой-то с отказом на почту. Но и тут мне отказали. Поскольку на тот момент я жила с Юлей, Юля сказала, ладно, не расставься, давай всё-таки сходим в офис. Я понимаю, что ты уже как бы ищешь другие варианты, но давай не сдавайся, давай сходим в офис. Мы пошли в офис. Сейчас, естественно, выяснять, что же вообще происходит, правда это или нет. По телефону, как сказала Юля, человек может быть не чувствует ответственности, а вот в приличной встрече люди, может быть, лучше думают, что говорить, как-то вот что-то там постараются лучше. Но нифига, у меня было предчувствие, что мы просто получим очередной моральный груз, придя туда. И это да, нас обслужила какая-то дама возмущённая, которая сразу возмутилась тому, что мы возмущаемся. Хотя я не скажу, что мы там бытлили или как-то особо давили. Мы просто, в общем-то, делились той информацией, которую мы знаем. На тот момент у нас уже была достаточно весомая информация. Я где-то полчасика проплакалась, когда мне отказали, и второй раз, да. И полезла искать другие варианты. И увидела, что корейские авиалинии сейчас также летают один рейс в неделю. И связалась с корейскими авиалиниями, чтобы узнать, перевозят ли они животных. Чтобы уж тогда аэрофлотом не получилось, тогда корейские авиалинии. Мне ответили, что да, конечно, сейчас я уточню, сейчас мы сформируем заявочку, да-да-да, окей, всё, заявочку сформировали, ждите ответа, вам на почту придёт ответ. Уже на следующий день по нашему времени, по московскому 9.40, мне пришёл ответ на почту, что да, перевозка вашего животного одобренная, всё, бронь ваша как бы сформирована, вы можете оплачивать билет за себя, естественно. Коты оплачиваются в кассе, в кассе, либо на стойке регистрации при вылете. Вот, что касается корейских авиалиний, котов можно оплатить собак, там, животных на стойке регистрации. Естественно, когда я узнала эту информацию, у меня это жутко смутило, и мы уже пошли с таким вот настроем достаточно негативным в офис аэрофлота, потому что, когда из Силова тебе приходит ответ, что это столица Кореи, что всё хорошо, что, пожалуйста, да, вот, везите, всё согласовано, узнали вес животного, размер клетки, переноски, все данные, предупредили, что если каких-то документов не будет хватать, должен быть какой-то человек, который заберёт кошку в аэропорту, либо если по прилёту у вас нет каких-то документов, должен быть тут человек, который заберёт кошку, если вас в страну не пустят, а кошку пустят. То есть меня предупредили о рисках, но я была спокойна совершенно, потому что все бумаги мы подготовили хорошо. То есть для меня главной проблемой был, конечно же, наш перелёт. И ещё не проплачивая билеты, мы пошли в аэрофлот всё-таки поднадавить, попытать шанс, чтобы улететь аэрофлотом. Вы спросите, почему такая принципиальность? Почему? Какой нахрен аэрофлот? Тебя одобрили корейские авиалинии? Лети корейскими авиалиниями. Фишка была такая, что аэрофлот должен денежку, нам денежку, да. В период пандемии, в период начала вот этой всей заварухи отменялись рейсы. У меня был билет в марте прошлого года, который я не смогла использовать, как и многие другие люди, попавшие в ту ситуацию. Билет возвратный, то есть по билету можно вернуть было денежку, но рейсы отменили, а денежку не вернули. Спустя какое-то время был принят какой-то там закон распоряжения о ваучерах, о том, что авиакомпания Аэрофлот будет своим пассажиром, которые не смогли воспользоваться своим билетом, получить возврат, будут давать ваучеры. То есть некие такие виртуальные деньги. Естественно, я какое-то время его не оформляла, я ждала, что какие-то правила изменятся, потом оформила ваучер. Сумма соответствует примерно сумме, потраченной тогда на билет, который не удалось использовать, почти 400 евро. Ну, с учетом того, что еще курс меняется, если он меняется в выгодную сторону, то, соответственно, ну вот такая ситуация. То есть хорошая сумма, это был как раз-таки мой резерв на обратный билет в Корею. То есть я вообще не беспокоилась, есть ли у меня деньги на билет, потому что я знала, что у меня есть этот ваучер Аэрофлота. По отзывам ваучеры легко использовать. Никому, ну, практически, насколько я знаю, не отказывали. Также, когда я делала бронь, я делала ее уже с указанием ваучера, и все как бы шло хорошо. То есть у меня сложилось впечатление, что можно оплатить ваучером. То есть я думаю, что тут нет проблем. То есть все отлично, этот работает, ваучеры работают, можно оплатить. Но все стопорнулось на том, что Аэрофлот почему-то отказал мне в такой услуге, как перевозка животного, ссылаясь на то, что это запрет, введенный Южной Кореей. То есть они ни слова мне не сказали, что это их личная инициатива, что это запрет, который Южная Корея ввела. Все, вы понимаете, не может быть никаких тут разговоров. Естественно, мы попали на большие бабки, потому что пришло... Ну, и перевозка животного стоит дороже у корейских авиалиний, и для человека билет дороже. Я не помню, озвучивала я эти суммы, кажется, озвучивала. Билет в евро, по-моему, 524 евро билет на меня, и в долларах на кошку озвучивала стоимость билета 300 долларов на кошку. То есть для нас достаточно для простой семьи, с учетом того, что у нас были колоссальные расходы, там, на визу, вот эту вот всю фигню, переезд у нас еще был вот ремонт, ну, дофига денег было потрачено, и вот это вот, как снег на голову, вот эти траты. Поэтому я, конечно, была возмущена. Кое-что я записала на... В общем-то, на видео. Мне было выслано письмо чуть позже, после того, как мы посетили офис, что якобы запрещена перевозка животных. То есть все-таки после посещения офиса мне хотя бы выслали хоть какую-то бумажку-какашку, да, а то просто отказывали на словах, понимая то, что у меня в случае чего не будет вообще никаких подтверждений того, что они мне отказали. Вот. Я просила, примите заявку, потом пришлите отказ, если действительно нельзя перевозить. Ну, заявку даже никто не хотел принимать. Вот хоть после посещения офиса хоть какое-то письмо говённенькое мне прислали. Неинформативное, потому что я не увидела каких-то дат введения ограничительных мер, с какого там по какое, да. То есть для меня это просто, ну, писанинка какая-то. Знаете, я тоже могу такие письмеца писать и всем отправлять. Вот. Непонятно, кем, что, кем принято, когда принято. То есть у всех нормативных документов, фактов, есть даты, есть подписи, есть лица, которые отвечают за это, которые этот документ создали, которые его подписали. Ну, я думаю, это элементарные вещи, все это знают прекрасно. Тут не надо иметь какое-то лучшее образование. У любого документа есть дата, есть подпись ответственных лиц с именем и фамилией, с указанием инициалов, да, и фамилии. Тут ничего, просто галимая бумага какая-то. Поэтому мы сдались, потому что силы уже не было. И мы полетели корейскими авиалиниями. Ощущение полного какого-то беспредела, знаете. Проводила меня Россия вот так вот. Понимаете, с вот таким вот хреновым настроением проводила меня Россия. Уезжала. Вообще, перед тем, как ехать в Москву, мы планировали, что проведем хорошее время и сделаем какие-то хорошие впечатления, проживем какие-то хорошие истории, чтобы я улетала с хорошим настроением из страны, но обосрали конкретно. Вот. Вот все, что я хотела сказать. Это видео снято главным образом для того, чтобы эта информация попала в сеть. Если кому-то будет отказано, чтобы люди не рвали на себе волосы, надеюсь, они найдут это видео, увидят и поймут, что можно решить проблему. Потому что это очень серьезно. Извините, есть люди, которые действительно просто поверят на слово, что да, вообще запрещен восс. И, я не знаю, там выбросят своего кота, собаку, сдадут в приют, я не знаю, сдадут на усыпление, будут искать какие-то непонятные, типа добрые руки, что не всегда надежно, не все руки такие добрые, какими кажутся на первый взгляд. То есть, откажутся от своего любимого детища, от своего любимого питомца, просто потому, что какие-то люди вот так вот оголтело, без всяких на то прав заявляют о том, что другая страна запретила ввоз животных. И полная, тотальная дезинформация, которая ведет к моральному ущербу и к дополнительным материальным расходам, и к моральному ущербу тоже, потому что, ну, человек, когда узнает такую информацию, когда он готовился лететь с животным, оформил много документов, все заранее узнал, и он получает огромный моральный ущерб, извините, когда вот такие вещи говорят, все внутри обрывается, ты понимаешь, что ты не можешь взять своего любимчика с собой, для многих животные это как дети, люди очень много вкладывают сил в то, чтобы их вырастить, бывают болезненные животные, которых еще и лечат, и все, и вот с ними возятся не меньше, чем с детьми, да, а тебе просто предлагают, ну, вот как та дама, которую мы в офисе аэрофлота встретили, типа, летите тогда без нее, да, серьезно, то есть ты мне указывать еще будешь, чем мне делать, без нее летите, вот, ну, еще была фраза, летите тогда другой авиакомпании, но это некорректная фраза, потому что, извините, если вы утверждаете, что именно страна запретила ввоза животных, а не ваша авиакомпания, как вы можете меня посылать на рельс с другой авиакомпанией, и говорите, летите тогда другой авиакомпании, которая разрешает перевозку, если вы такие умные, и вы ссылаетесь, на другую страну, как на источник некоего закона или некоего запрета обвозе животных, то есть, ну, это просто наглая ложь, сейчас мы находимся в Карелии, моя кошка со мной, мы прилетели, никакого запрета нет, я предоставила все документы, и кошка была с легкостью пущена, допущена в страну, проверка заняла около трех минут, вот и все, вот и все, как говорится, доверяй, но проверяй, так, всем огромное спасибо за внимание, это видео, как я уже сказала, для поддержки тех, кто вдруг внезапно попадет в такую ситуацию, чтобы вы не сдавались, не отчаивались, искали выходы, всем огромное спасибо, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, и пока-пока.